Мои прекрасные зрители, здравствуйте! Ну что ж, я впадаю, впадаю сегодня пасмурно. Многие уже отправились на обед и сели под зонтики, либо под какие-то навесы. Посмотрите, какая красивая золотая обувь, посмотрите, какой красивый замкнутый образ. Я очень люблю, когда сумка и обувь сочетаются. Мне кажется, уже все об этом знают, я постоянно повторяю. Сама бы все время так носила, но не очень люблю сумки. Посмотрите, какой образ красивый спереди. И сами по себе брюки уже обращали внимание, но и спереди все очень красиво. Ну что ж, все отправляются и спешат домой. Повторюсь, время обеда. А я сейчас пойду в Массимо Дутти, потому что до того мужского магазина, название которого я совершенно не помню, что называется, не знала и забыла. И даже если буду смотреть на вывеску, не произнесу, потому что, мне кажется, название на немецком. Это там, где я купила себе черный пуловер. Сегодня до этого магазина я не дойду, но я до него доберусь обязательно. Видите, все спешат домой с пакетами и пакетиками. Я доберусь до него обязательно, потому что сегодня нас высадили совершенно не там, где обычно я выхожу, потому что автобус сломался. Поэтому я пойду в Массимо Дутти и Массимо Дутти поближе. Прохожу мимо витрины Максмара. Посмотрите, как красиво смотрятся шорты. Плюс вот такой пуловер. В данном случае прекрасное цветовое сочетание. Пуловер полностью повторяет тот цвет, который мы имеем в принте, что неудивительно, потому что это вещи одной марки. В данном случае это Максмара Уикенд. Пуловер 100% лен. Совершенно точно знаю. Из года в год подобные выпускают. У меня есть белый. Очень люблю шорты плюс пуловер. Подобный пуловер можно купить в мужском отделе. Встречаю хорошо одетых людей, классно одетых людей. Посмотрите, достаточно по-разному снова все одеты. Но повторюсь, в данный момент, когда я записываю, накрапывает дождь. Итальянцы, кстати, не из пугливых. Вот если дождь будет, что называется, моросить, они даже с места не тронутся и будут сидеть там, где сидели, разговаривать и общаться. Удивительно. И я тоже, кстати, научилась по ним чувствовать погоду. То есть, если я знаю, что местные жители, коридные жители не прячутся под навес, ну, скорее всего, дождь скоро пройдет. Так оно и бывает. А если я вижу, что улица пустеет, ну, скорее всего, будет та буря, которую я вам показывала с градом. Подобное платье. Мое любимое санаторное. Кстати, это название я увидела на ютубе, даже рассказывала об этом. Очень классный, хорошо смотрится так же и с поясом. Ну, что ж, я в Массимо Дутти. И я пришла сюда не только за клубным пиджаком. Спасибо, мои зрители подсказали мне, что клубный пиджак я могу посмотреть там, в том их хайфигер. В самый нужный момент меня подводит дикция. Большое спасибо. Но я пришла в Массимо Дутти также, потому что я хочу себе голубую, нежно-нежно голубую рубашку. В Массимо Дутти всегда прекрасный выбор рубашек, но вот этот голубой, он больше васильковый мне не подошел. Очень красивое льняное платье. Очень красивое. Единственное, что я люблю закрытый рукав, либо три четверти рукав, точнее, закрывать руку, небольшой рукав, люблю три четверти. Не очень люблю на себе, по крайней мере, глубокие вырезы. Еще раз прикладываю рубашку. Очень она мне нравится по составу, но это не тот голубой, который я ищу. Вообще, у меня уже до этого сезона были вещи Массимо Дутти. И одно время я очень сильно разочаровалась в Массимо Дутти. Эта юбка, кстати, тоже мне очень понравилась. Она из полиэстера. Это не шелк, но очень плотный полиэстер. Очень красиво в движении смотрится, но она макси длина мне не подходит. И цвет очень красивый. И плюс еще со скидочкой. Но длина не моя. Так вот, у меня были вещи Массимо Дутти. В определенный момент я очень разочаровалась в этой марке, потому что я купила себе несколько платьев. Я никак не думала, что за 150 евро я покупаю полиэстер. И было это, кстати, давно. Лет, наверное, 8 назад. Тогда цена в 150 евро, это были другие 150 евро, как мне кажется. Прикладываю к себе пиджак, который я увидела уже уходя. В итоге сейчас я его буду мерить в разных размерах. Это размер на 4 больше, чем нужен мне. Так вот, и в тот момент, когда я посмотрела на состав, потому что платье было очень душное, я разочаровалась в Массимо Дутти. Но потом я вернулась в Массимо Дутти, потому что там были очень хорошие базовые свитера и кардиганы. Например, с круглым вырезом, 100% кашемировый пулловер женском исполнении, такой маленький, не овер, очень сложно найти. Вот в Массимо Дутти я традиционно их нахожу. Поэтому я вернулась в Массимо Дутти, но тщательно читаю теперь этикетки. Этот пиджак мне очень понравился настолько, что я его мерила. Мерила, на самом деле, уже уходила, ничего не собиралась покупать. И вот попался мне этот пиджак. Пошла, спросила, из какой он коллекции, потому что на сайте я его не видела, и будут ли в ближайшее время на него скидки. Нет, он буквально недавно поступил в магазин, его даже еще нет на сайте. Я меряю размер поменьше, и даже разворачиваю рукава рубашки, чтобы корректно понять, чтобы корректно примерить и понять, насколько комфортно мне в этом размере. Очень понравились мне в Массимо Дутти, именно в этом сезоне, может быть, так всегда и так уже давно, но именно в этом сезоне мне понравились брюки. Конкретно эти брюки я тоже увидела, когда уже собралась покидать магазин Массимо Дутти, и увидела, что они такие с защипами, заужены, их не нужно будет укорачивать. Ну, возможно, подвернуть в моем случае. Я люблю все-таки укороченный вид брюк. Тоже мне очень понравились. По составу показалось, ну, по крайней мере, натуральные волокна имеются. Темно-синий глубокий цвет, так же, как и цвет у пиджака. Двубортного, как я люблю. Пуговицы не золотые, но серебряные тоже хорошо. Вот такие укороченные пиджаки, которые превращаются в жакеты. Мне не нравятся ни на ком. Я сама не надену никогда совершенно точно, но брюки, они от этого пиджака, жакета, точнее. И получается, что мы имеем брючный костюм. Вот кому нравится, мне кажется, очень хорошая идея. Посмотрите, предложено с футболкой носить подобный костюм. И в который раз меня приятно поражают и ценой, и качеством кожаные изделия в Массимо Дутти. А кожаные изделия в Массимо Дутти я тоже присмотрелась лет 8 назад. Все началось с того, что я увидела на сайте потрясающей красоты дубленки. Одна дубленка стоила 1000 евро, и другая в районе 900 евро. Это было дорого, и я решила перед покупкой посмотреть и примерить. И посмотреть прежде всего на сам материал, на выделку. И могу сказать, что именно тогда я узнала, что определенные вещи, они не завозятся в магазин. Их можно заказать только онлайн, но правда потом можно без проблем вернуть. Массимо Дутти в Европе без проблемный возврат. Совершенно точно я могу это сказать. Вот я меряю куртку. Она идеально на меня села. Размер XS очень похожа на ту мою Гуччи, которую скоро мне придется поменять. Очень заужен рукав. Я обожаю такие курточки, которые сидят прямо-таки узкие в плечах. Их сложно застегнуть. И узкий рукав. Мы понимаем, что узкий рукав на кожаной куртке это особенность кроя. Например, у многих других марок, которые я мерила, кожаные байкеры из разряда тяжелого люкса. Рукав не такой. Подобный рукав я встречала в своей жизни, в своей примерочной фэшн-жизни, только у Массимо Дутти и у Гуччи. Выхожу я все-таки из женского отдела и снова встречаю. Посмотрите, какая красивая компоновка. Белые брюки наподобие тех синих, которые мне понравились, с защипами зауженные. И просто хлопковая черная блуза. Вот что может быть лучше? Я себе представить не могу ничего лучше. И очень понравилось мне платье. Я такие рукава сложные тоже не очень люблю. Но платье понравилось мне настолько, что я... Вообще, чтобы вы понимали, я часто говорю, то, что я к себе прикладываю, это мне очень нравится. То, что я несу в примерочную мере, скорее всего, я это покупаю. Хотя многие вещи покупаю без примерки. Очень мне понравилась сумка. Я подобную сумку себе очень давно искала, но в итоге купила. Я рассказывала для лета другую сумку оранжевого цвета. с непроизносимым для меня названием. И вот эта сумка мне тоже очень понравилась. Я считаю, что для лета она очень классная, тем более за такую цену. Это сумка из разряда тех, которая может даже офисный аутфит превратить в летний. Прежде всего, за счет того, что она сделана из вот такой плотной холщовой ткани. Ветер тут надувает мне дуэтом. Красивая сумка. На фоне таких сумок очень многие из нас могут казаться себе действительно более стройными. Я поэтому люблю большие сумки. Моя любовь к Биркин изначально была, помимо того, что мне очень нравился цвет, который предлагался для этой сумки, точнее, гамма цветов, палетка. Я очень люблю, вот действительно сумки любила раньше, которые в руках несешь. Она такая большая, и ты на фоне этой сумки такая маленькая, хрупкая. Ну что ж, я спускаюсь на кассу, кассе, точнее, к выходу. Не могу пройти мимо мужских льняных пиджаков. Что я могу вам сказать? Первый пиджак, который я мерю и который сейчас на мне, я просто рукава подняла, это пиджак, внимание, 50-го мужского размера. Я не знаю, то ли мужчины мельчают, то ли очень зауженный силуэт на мужских в данном случае. В пиджаках, но помните, в прошлом году я мерила, и на мне тоже потрясающе сели. Вся практически размерная линейка мужская манга. Я тоже мерила льняной пиджак. Ну, очень красиво, потрясающе. Мужские вещи за те же самые деньги сделаны лучше. Лен плотнее, строчка ровнее, отделка посерьезнее. Посмотрите, две шлицы. Очень редко в Массимо Дуте, например, можно встретить на женских пиджаках хотя бы один разрез сзади. А две шлицы, так это вообще роскошь. Ну, потрясающе смотрится. Ну, в общем, стою я на себя, смотрю, смотрю. Ну, что вы думаете? Начинаю сомневаться, а не купить ли мне вот этот жакет, потому что с шортами льняной жакет, точнее, льняной пиджак, бесподкладочный, это то, что нужно. Попросила размер поменьше, но, видите, я особой разницы не замечаю. Размер поменьше – это 48. И потом я примерю еще 46 размер, но в другом цвете. Я мерила два цвета. Золотистый, бежевый, очень красивый, и вот такой хаки. Возможно, кстати, сейчас я померила на размер меньше. Как вы видите, разница вообще несущественна. Ее не видно. Поэтому, дорогие зрительницы, отправляйтесь в мужские отделы за вот такими классными пиджаками. Можно отправиться в мужской манго. Проверено. Из года в год выпускают очень хорошие, качественные льняные пиджаки, а также бомберы хлопковые. Вот на самом деле можно выбрать. Ну и Массимо Дути, получается, тоже предлагает то, что мы, женщины, сможем позаимствовать. Посмотрите, как красиво может смотреться на тонкой талии вот такой пиджак, допустим, с ремнем. Как вы считаете, дорогие зрители, купила ли я себе что-то? А если купила, то какой пиджак выбрала? Этот, либо темно-синий женского отдела. Ну что ж, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего шоппинга. Держите меня семеро. После карантина действительно вот такое ощущение, что дорвалась, по крайней мере, у меня. Но ничего, скоро я вернусь на свою потребительскую диету, и все будет как прежде. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok